Приветствую, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня принесли на ремонт усилитель мощности Helicon 200. Инвентарный номер здесь имеется. Здесь мы видим урагон управления. Вкол-выкол. Добавление голоса. Ну тут контроль. Линия 1-2. Вот так вот печально у нас выглядит индикатор. С ним надо будет поработать. То есть его надо работать напильником и установить его как-то правильно, чтобы он здесь находился. Ну возможно его можно будет по-другому сделать. Вид сжади. Здесь у нас выходы 30 вольт и два выхода по 120 вольт. Изготовитель пожалуйста Россия, город Саратов. Контактный номер телефонов, если кого интересует. Это не реклама просто попутно. Входы микрофонные, предохранитель. Предварительная жалоба то, что какая-то проблема с этой частью сказали. Ну это не знаю. И опасное напряжение, внимание, предупреждение. Сейчас скрою и посмотрю что с ним. Итак, внешне-внутренний вид. Вот так вот он выглядит. Довольно красиво, аккуратно все собрано, чисто. Ну вот видно это у нас трансформатор сетевой здесь. Это звуковой будем говорить. То есть то, что у нас на выход звук идет. Так это у нас предварительный усилитель плюс коммутация на выход. Здесь у нас собственно блок питания сам собран. Вот здесь полностью усилитель. Не точно коммутация, а усилительная часть. Входная часть все вместе с выходом. И вот плечо одно, второе. Как правило мостовая схема здесь. Транзисторы используются КТ-827 здесь. Перевертащи видно. 2,8 это какое-то обозначение. Видимо условное чего-то. Ну сейчас подам ток. Посмотрю в чем причина. Включил. Сеть. Лампочка загорелась. Ругачи нету. То, что перегрузка какая-то. Ну и здесь у нас пока индикатор конечно ничто не показывает. Так как ничто не подключено. Сейчас подключить динамическую головку или проверим на предмет наличие шипения приятного. Будем надеясь. И так подключил нагрузку. На контроль 30 вольт. Сейчас. И так нагрузка подключена. Включаем питание. У нас подключена контроль. Первая линия. Добавляем громкость. Вот так как у нас микрофона нету. В качестве микрофона будет служить шило. Мы не дуть в него будем. Просто. На предмет фона. То есть чисто все идет. И на индикаторе можно тоже наблюдать. Сейчас я установлю индикатор в нормальном состоянии. Вот индикатор установлен. Довольфи чисто все работает. Жалобы видимо были просто. Выпадание предохранителя. И немножко не разобрались. Ну вот отлетело у нас крепление. Не знаю на что было заклеено. Даже следов клеения. Так сейчас перекручивается. Ну и все. Проблема была то что у нас была скручена вот это крепление. Пришлось усилить его вот таким образом. Добавил еще гайку сюда. Он закрутился. Сейчас проверю еще другие линии тоже на 120. Так 120 до 120. Попробую сейчас. Переключил на линию 1. Тоже работает. Слышно что есть у нас присутствие сигнала. Так перегруза у нас нету. Перегруза нет. Все нормально. Но я здесь не проверяю так как у меня микрофоном вернее не проверяю вот этим микрофоном. Так как отсутствует у меня точное показание на динамической головке. В каком режиме она переключена. Ну во избежание повреждений или же самого усилителя. Или же излучевателя. Достаточно проверить было фон. Ну сейчас устраню механические дефекты. И можно будет отдавать заказчику. Пропустил конечно интересный момент. Как я закрепил вот эту штуку. Ну и специальный термоклей. В остатке. То есть деловые отходы производства я использую. Вот так и остается. Пистолет когда срвет у него такая штука остается. Вот я его растопил. Усадил индикатор. Довольно таки жестко он сейчас сидит. Надеюсь не собьют его. И еще дополнительную фиксацию сжади. Сделал вот такой пластидой. А пластида данная. Она у нас. Сейчас я указку возьму. Вот указка. Вот эта пластида. Тоже из пластика. При помощи специального приспособления его разогрел. Согнул. Под профиль вот этого задней части индикатора. И дихлоретаном зафиксировал. Ну и же вполне хорошо держится. Я Movement. Пример. Продолжение следует...